МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эстонские, как и европейские политики, достаточно быстро отреагировали на заявления президента. Причем заявление эстонского президента Алла Ракариса было предельно лаконичным. Он счел, что Россия разорвала Минские соглашения, а Европейский Союз должен быстро, сильно и едино отреагировать на это, а именно ввести санкции. Сегодня он уже направился в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и дал совместную пресс-конференцию. Министр иностранных дел Эва Мария Лимец вчера находилась на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза. На нем же присутствовал украинский министр Дмитрий Кулеба. Обсуждения сосредоточились на ответе ЕС о дополнительных возможностях оказать дальнейшую помощь Украине. Лимец подтвердил, что действиям России надо дать немедленную оценку, и страны ЕС готовы ответить на действия России быстро и самыми масштабными санкциями на сегодняшний день. Возможно, эти санкции будут распространены и на Беларусь. Эстония поддерживает территориальную целостность Украины и ее стремление двигаться в сторону ЕС. Гуманитарная помощь Украине будет увеличена. В частности, вскоре будет отправлена партия помощи для создания палаточного лагеря. Недавно вместе с Германией Украине был передан мобильный полевой госпиталь эстонского производства. Лимец добавил, что Эстония готова подавиться опытам в области стратегической коммуникации и киберзащиты. Премьер-министр Каякала заявила, что признание так называемых народных республик является жестким покушением на независимость и территориальную целостность Украины. Каякала заявила, что Россия в одностороннем порядке прервала действия Айминских соглашений, и поиск дипломатических решений становится очень сложным. Правительство находит, что действия России могут служить прикрытием до более широкой агрессии. ЕС обязан без задержки установить жесткие санкции, а надо дать действиям России свою оценку. Сегодня вечером соберутся Европейские комиссии внешнеполитической службы ЕС, чтобы подготовить пакет акций, а затем дать ему юридическую оценку. ЕС договорил нас о четырех видах санкций, как персональных, так и нацеленных на финансовые институты России и торговлю с самопровозглашенными республиками. Наши связи с Украиной не только политические, но и человеческие. У многих там друзья, одноклассники и родственники, причем самые близкие. Есть и те, кто имеет близких людей непосредственно в Донецке или Луганске. У кого-то может возникнуть желание немедленно выехать в Украину, чтобы быть рядом с родными, помочь им выехать из зоны конфликта. При этом, несмотря ни на что, не следует принимать скоропалительных решений, а прислушаться к рекомендациям, которые получил в медиа Эстонии Илья Бань. К сожалению, ситуация вокруг Украины усложняется. Это означает, что впереди возможны любые варианты развития событий, даже самые ужасные. Никто не хочет говорить слово «война», но в ситуации, когда в течение недели обстановка может меняться, гарантия безопасности становится все более сложным вопросом. После последних событий уровень риска высок, как никогда, а конфликт может в любой момент перейти в активную фазу. Кажется нереальным, что на территории современной Европы может случиться полномасштабная война. Однако это будет означать самые ужасные гуманитарные последствия. А многие услуги, в том числе и дипломатические, осуществлять будет крайне затруднительно. Министерство иностранных дел Эстонии не советует посещать Украину. И тем гражданам Эстонии, которые находятся сейчас в Украине, мы советуем при первой же возможности покинуть страну. Те граждане Эстонии, которые оказались в Украине или в России, сейчас просим обязательно регистрировать свое местонахождение на сайте racetarkle.ie. Многие страны заранее сообщили о той гуманитарной поддержке, которую они готовы предоставить, если конфликт перейдет в активную фазу и будет расширен. В таком случае соседние с Украиной Польша готовы принять до миллиона беженцев из Украины. По словам министра внутренних дел Польши Мачея Васика, Варшава будет помогать украинцам не только в силу своих обязательств по международному праву, но и исходя из принципов цивилизованной европейской культуры. Пока остаются последние надежды, что полномасштабной войны все-таки удастся избежать, в Эстонии заявили, что так же, как Польша и другие страны, готовы действовать в соответствии с условиями Женевской конвенции и предоставить защиту беженцам из Украины. Наша страна готова принять несколько тысяч беженцев из этой страны. Что же касается тех наших соотечественников, которые, несмотря ни на что, собираются в Украину или приграничные территории в других странах, по делам или к родственникам, МИД убедительно просит повременить. В первую очередь, конечно, мы советуем не ехать без острой необходимости в эти страны, но если вы уже оказались там, то обязательно зарегистрируйте свое положение в этой стране. По состоянию на сегодняшний день ясно, что не все страны Европы официально заявили о готовности принять украинцев. Также пока нет ясности, где могли бы быть размещены военные беженцы, если начнется активная фаза военного конфликта. Ехать в такое время в Украину – большой риск. Илья Бань, Петер Юлевайн, новости Таллина. Тем временем в тень может уйти одна из главных проблем сегодняшнего времени – борьба с ковидом. А она продолжается. Причем специалисты постоянно ищут новые способы предупреждения заболеваемости, а также, что, возможно, самое главное, во всем мире ждут лекарства, способного спасти тяжелобольных. Сегодня больничная касса и лекарственный департамент собрали в неочередную пресс-конференцию, на которой Сергей Овченков узнал о новом препарате под названием «Новаксавит». Прибывающая в Эстонию в ближайшее время новая вакцина «Новаксавит» является первой вакциной против коронавирусной инфекции, которая произведена по протеиновой технологии. Всего Эстония заказала первоначально 54 тысячи доз препарата. «Новаксавит» содержит кусочек S-протеина, но этот фрагмент взят не из живого вируса, а синтезирован в лабораторных условиях. Поэтому он начисто лишен способности вызывать заболевания, но сохранил способность вызывать иммунный ответ у человека. Если говорить об эффективности препарата, то испытания показали, что она составила примерно 90%. Если задаться вопросом, защищает ли новая вакцина от штамма «Омикрон», данные показывают, что да, препарат защищает. Он помогает смягчить последствия при тяжелых случаях заболевания, хотя сама эффективность вакцины чуть ниже, чем планировалось изначально. Сложность заключается и в том, что вирус может мутировать и впредь. Испытания вакцины «Новаксавит» проводились в то время, когда доминировали другие штаммы. Поэтому время покажет, насколько эффективна будет эта вакцина в отношении «Омикрона» в окончательном плане. Препарат рекомендуется людям старше 18 лет. Если говорить о побочных эффектах от вакцины, то во время испытаний встречались такие ощущения, как головная боль, ломота на месте сделанного укола, небольшая усталость, реже встречались повышение температуры или цешнота. Но эти все побочки довольно быстро проходили у испытуемых. Курс вакцинации предполагает также введение двух доз вакцины с интервалом в три недели. Важно отметить, что по оценке экспертов, курс вакцинации, начатый другими вакцинами против COVID-19, можно также завершить вакциной «Новаксавит». Также это лекарство может быть использовано в качестве бустерной прививки, если в рамках первичного курса вакцинации были использованы другие вакцины. Сергей Овченков, Новости Таллина. Одним из часто встречающихся слов в лентах новостей и последних дней стало слово «война». Вчерашние события в Какуме дают повод задуматься, в частности, о том, что эхо любой войны может отзываться через десятки лет. И нужно сделать все, чтобы ее последствия не обернулись трагедией. Об уроках этой истории мы поговорим с нашим гостем. А сегодня это Арно Пуганен, эксперт Центра доминирования спасательного департамента. Добрый вечер. Добрый вечер. Арно, вчера один неравнодушный очевидец, можно его так назвать, нашел снаряд, сообщил об этом, не подходил близко, в общем-то парализовал, можно сказать, жизнь целого района. Но ведь это было правильное решение? Это было 100% правильно. Это уже была паза вчера. Вчера мы сделали большую операцию, чтобы уничтожать этот припас, авиапомбу, 100-килограммовую. И он находился для нас в очень трудном месте, где-то 9 метров до моря. И хочу сказать только хорошие слова всех, кто были заняты с этим операцией. И из сталинского города, и спасатели, и полицейские, и на искуду гайца, и там еще много людей, кто нас помогали. Операция была очень удачная. Так что в 16.30 была эта авиационная бомба уничтожена. Ну, можно сказать, что все те учения, которые проходят спасатели, полицейские и другие службы, они пригодились? Конечно, все учения, все, кто стреляет наши лучшие. Арно, как вообще следует поступать, если кто-то, например, где-то в лесу, прогуливаясь с собакой, или просто на пробежке, обнаруживает что-то похожее, возможно, на боеприпас? Честно говоря, это очень легко. Есть только одна правильная, как будто бы, путь действий. Никогда не трогайте такого вещества, или таких веществ, что вам подозрительнее. Позвоните в центр тревоги, 112, скажите, где вы, что вы видите. Придут наши специалисты, эти минюры, и будут заниматься с этим находком. Почему очень важно не трогать? Потому что, возможно, у некоторых, особенно если вдруг это еще какой-нибудь коллекционер, возникает некоторое желание, может быть, самому что-то сделать. Надо сказать, что боеприпасы уже созданы только в одном смысле, кого-нибудь убивать, или уничтожать. И теперь он уже очень-очень старый, у него кое-какие механизмы уже не так работают, и вещества там вообще имеют какие-то иногда химические процессы, что даже маленький контакт может стрелять в срыв. И поэтому всегда надо подумать по этому. И если уже такая, что-то вы нашли, лучше всего не трогать. Как вчера все прошло, уничтожение прошло удачно, потому что у нас есть информация, что еще и мониторинг моря был проведен. Да, там сделали эвакуацию в радиусе 250 метров и мониторили море, чтобы никакого близости не было бы, как там эту авиационную, авиационную бомбу уничтожили. Вся эта операция, он был, можно сказать, два часа, но где-то такая активная сезон была где-то пять часов. Ну что ж, мы очень рады, что вы и наши спасатели все справились и все прошло отлично. И самое главное, что бдительные граждане все-таки прислушались рекомендациям. Да. Если что-то найдете, все кто позвонит 112. Спасибо вам большое. Спасибо. В эти дни особенно важно напомнить, что слова эхо войны это вовсе не просто эффектный образ. Об этом нам напомнил Арну Пуганен, эксперт Центра доминирования спасательного департамента. Специалисты называют вчерашнюю операцию по обезвреживанию неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны буквально образцово-показательной. После того, как бомба была взорвана, жители Хаберсти вернулись в свои дома. И при этом взрыве, как сказали нам спасатели, даже ни одна чайка над морем не пострадала. А мы продолжаем. Подача декларации о доходах активно продолжается. И сегодня налогово-таможенный департамент предупредил. Не нужно менять данные о выплатах из второй пенсионной ступени, которые были уже предварительно внесены в декларацию о доходах. Предупреждение, возможно, звучит довольно сложно. На самом деле за ним стоит борьба с рекомендациями неких комментаторов в социальных сетях, советующих применять изобретенный ими новый способ избежать налогообложения. Почему все это не работает, а поиски обходных путей бессмысленны, выяснял Сергей Овченков. В социальных сетях некоторое время назад появилось сообщение, в котором людям советуют удалить данные о выплате из второй пенсионной ступени, которые уже предварительно внесены в таблицу декларации о доходах физического лица. Затем сумму советуют вручную внести в другую таблицу декларации. В сообщении утверждается, что таким образом человек якобы заплатит вместо 20% всего лишь 10% подоходного налога, а разницу ему вернут. Появившаяся информация не на шутку встревожила подающих налоговую декларацию людей, которые сняли свои сбережения со второй пенсионной ступени. Уже примерно 2500 человек увидели эту информацию и изменили данные в своих декларациях. В частности, там сообщалось о том, что при подаче налоговой декларации людям необходимо удалить данные о выплате из второй пенсионной ступени, которые уже предварительно внесены в таблицу 5.1 декларации о доходах физического лица. Затем сумму советуют вручную внести в таблицу 5.2 декларации. В налогово-таможенном департаменте утверждают, что это сообщение неверное и делать этого не надо. Почему оно является неверным? Потому что данные, которые заполняются в таблицу 5.1, они заполняются согласно выплатам, полученным из банка, а в 5.2 вносятся данные для людей, достигших пенсионного возраста. Поэтому, если человек не достиг пенсионного возраста, то вот это данные, которые предварительно внесены в таблицу, они верные и перезаполнять их не нужно. Департамент напоминает, что те, кто сознательно вносит в свою декларацию неверные данные, должны учитывать, что их декларацию автоматически направят на дополнительный контроль. С ними свяжется чиновник департамента и попросит исправить декларацию о доходах, а это, в свою очередь, существенно задержит возврат переплаченного подоходного налога. Те, кто подали свои декларации в интернете, начнут получать возврат подоходного налога и переплаченного подоходного налога с 25 февраля. Те, кто попадут на контроль, начнут получать его, дай бог, в октябре. Это важно. Второй момент заключается в том, что изменение подобного рода это предоставление ложных данных. А предоставление до ложных данных может быть наказано штрафом на сумму до 1200 евро. Поэтому настоятельно рекомендуем, понимаем, что люди могли быть введены в заблуждение, послушать вредный совет, настоятельно рекомендуем сейчас данные исправить, чтобы избежать дополнительных неприятностей. Чтобы избежать возможных проблем, людям нужно вновь изменить данные о своих декларациях на первоначальные. Для этого нужно войти в электронную среду налогово-таможенного департамента и нажать на кнопку «Изменить декларацию». Затем выбрать раздел «Начать заново с данными налогово-таможенного департамента». К сегодняшнему дню в департамент уже было подано 445 тысяч деклараций о доходах физического лица, на основании которых возврату подлежит 154 миллиона евро, а к доплате подлежит 15 миллионов евро подоходного налога. Подать декларацию о доходах можно до 2 мая включительно. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина. У многих детских садов в Эстонии схожая судьба. Они открылись в 40, а то и 50 лет назад. До серьезного ремонта руки все не доходили, разве что меняли окна, из которых дуло в зимнее время или обновляли проводку. Но это было скорее латанием дыр. Серию открытий детских садов после ремонта, точнее было бы назвать открытием просто-таки новых садиков. Ведь реновации в них проходили столь масштабно, что это практически новые здания. В чем убедился Вадим Малышкин на открытии сада Лива Мяя. Открытие после реконструкции Таллинского детского сада Лива Мяя его воспитанники и персонал ждали с нетерпением. Ведь после того, как в 1982 году детский сад построили, крупные ремонтные работы в нем не проводились. Дальше все шло по знакомой уже схеме. Тщательный анализ, который подтолкнул к разумному решению, что обычным ремонтом тут уже не обойтись. Причем скрытые затраты, которые могли возникнуть при работе с домом, который 40 лет не ремонтировался, могли расти день ото дня по сравнению с проектом. Выход только один провести масштабную перестройку, в ходе которой появятся и дополнительные помещения. И если смотреть в будущее, то такие затраты сейчас обернутся серьезной экономией в дальнейшем. В общем, сегодня было открытие, можно сказать, практически нового здания. И среди самых дорогих гостей те, кто помогал в реализации этого проекта. После выступлений, подарков и угощений всем гостям устроили небольшую экскурсию по светлым и современным помещениям. Мы ждали, что сюда попасть так много и так долго, что мы очень рады, что это все такая красивая, светлая и нам подходит очень. В ходе реновации в детском саду Ливамяя появились помещения для новых групп, просторный, уютный зал для музыкальных занятий и комнаты творчества и опорных специалистов. Серьезные изменения коснулись подвальных помещений, которые и подвальными никак теперь не назовешь. Здесь расположилась новая кухня, а также вспомогательные комнаты для хранения костюмов и реквизита. Ведь детки ставят и маленькие спектакли, и новогодние представления. Когда-то мы этот проект начинали, еще когда я руководил управой района центра города, и теперь мне действительно выпала такая возможность эти работы и принять. И действительно приятно видеть, что детский сад Ливамяя полностью преобразился как здание, так и территория. И приятно видеть, что теперь у учителей здесь гораздо больше возможности реализовать свой потенциал, а у детей еще больше возможности играть и учиться. Не забыл город и про уличные аттракционы. Часть из них уже установлена, но еще часть появится весной с приходом теплой погоды. Однако главной достопримечательностью детского сада стала Песчаная гора посреди двора, которая пользуется большой популярностью у ребят, даже с небольшим количеством снега на ней. Ну и это, конечно же, символ нового старого детского садика, название которого так и переводится Песчаная гора. Таким образом, Таллин стал еще на один шаг ближе к своей цели. К 2030 году отремонтировать или при необходимости отстроить заново все нуждающиеся в этом детские сады столицы. Вадим Малышкин, Андрес Лайго, новости Таллина. Магия чисел неизменно действует на молодоженов. Вот и сегодняшняя дата 22.02.2022 пользовалась большой популярностью в Таллинском ЗАГСе. Работники Департамента записи актов гражданского состояния даже назвали такие февральские дни, как 22 в этом году и 21 февраля в прошлом, вторым июлем. Ведь именно в этот самый солнечный и красивый месяц все хотят заключить брак с любимым человеком. А тот, кто верит в волшебные числа, наверняка считает, что сыгранная в такой день свадьба положит начало долгой и счастливой семейной жизни. Если вы верите в нумерологию, то каждая комбинация цифр имеет влияние на разные аспекты человеческой жизни. Самыми влиятельными считаются так называемые зеркальные даты. Как раз сегодня и есть мистическая зеркальная дата 22.02.2022. Статистика показывает, что очень многие брачующиеся не считают выводы нумерологов псевдонаучными, а очень даже верят во влияние чисел на судьбу человека. Обычно зимой, да еще в начале недели ЗАГС не слишком многолюдное место, но сегодня все наоборот. На регистрацию брака записалось 32 пары. Этот день популярным или, как можно сказать, важным днем делают пары сами. Что люди сами делают выборы в душе, в сердце, какой день они желают регистрировать брак, и если этот день у них очень значим, нам очень приятно, что есть возможность предоставить регистрацию брака здесь, в Таллинском ЗАГСе. В прошлом году очень популярной датой была дата 21.12.2021. В этот день было заключено 60 браков. 21 февраля прошлого года зарегистрировали свои отношения 48 пар. А вот в позапрошлом 2020 году именно 20 февраля стал самым популярным для свадеб днем. Конечно, в нынешнем году упустить такой шанс, как зарегистрироваться в день 22.02.2022. Просто грех. Просто увидели эту дату 22 число. Интересно, так совпали цифры, и мы как раз в феврале хотели расписаться, и поэтому выбрали эту дату. Да, выбрали, и потом сестра астролог посмотрела, что в принципе все должно хорошо совпадать, поэтому вот решили. Мы будем вспоминать этот день, эту дату, этот год, этот месяц, и соответственно просто нам будет что вспомнить, будет хороший. Да, дата действительно красивая, но особо не надеемся, что она поможет надеемся, что так все будет хорошо без дата. Но кроме зеркальных дат, в которых в нынешние двухтысячные очень популярно заключать браки, а единицы и двойки это в основном февраль и декабрь, у жителей Эстонии в фаворе еще и июль, седьмой месяц, а семерка, как известно, сама по себе счастливое число. Да и эстонское лето только краткий миг, и все его хотят прожить максимально празднично. Но когда бы не была сыграна свадьба, самое главное для дальнейшей семейной жизни это любовь и взаимоуважение. Лена Туровская, Роман Васильев, Новости Таллина. Те, кто придет на Ратушную площадь, могут подумать, что у нас декабрь или январь, ведь в центре стоит елка. Но на самом деле возможно это рождение новой традиции. Ель на Ратушной площади в Таллине украшают синие-черно-белые ленты, создавая для горожан праздничное настроение в честь предстоящего дня рождения Эстонской республики. Но праздник все-таки зимний и февральский, предстоящей ночью облачная погода без осадков. Ветер преимущественно западных направлений порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха от 3 до 5 градусов мороза. Завтра днем преимущественно облачно, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 метров в секунду. Температура от минус до плюс 1 градуса. В ночь на четверг переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-западный южный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха от минус пяти до минус семи градусов. В четверг днем облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный южный порыл не до двадцати метров в секунду. Температура воздуха от одного до трех градусов тепла. В ночь на пятницу облачная с прояснениями погода, без осадков. Утром возможен мокрый снег и метель. Велика опасность гололедицы. Ветер юго-западный южный 8-12 метров в секунду. Температура от нуля до одного градуса тепла. В пятницу облачная погода. Ожидается мокрый снег и дождь. Возможен метель. Ветер юго-западный-западный порыл не до пятнадцати метров в секунду. Температура от плюс одного до плюс двух градусов. Некоторые астрологи говорят, что 22-02-22 день опасный. При таком сочетании цифр могут начаться конфликты и противостояния. Но наши новости показали, что этот день хорош для открытия прекрасных садиков или счастливых бракосочетаний. И с пожеланиями хорошего вечера мы завершаем нашу программу. И увидимся с вами уже завтра ровно в 21 час. До свидания.